приветствую вас коллеги сегодня я заметил очень необычный дом здесь буквально через два-три дома я делал соседую красил коттедж и когда разворачивался машиной мой взгляд остановился я был в шоке дом настолько бросается в глаза он выделяется среди общей массы дом на самом деле уникальным сделанным из самых обычных материалов и даже порой не то что самых обычных можно сказать из забытых материалов материалы которые когда-то 100 200 300 400 лет пользовались колоссальным успехом и материалы в то время считались очень дорогим и когда делали тот материал я говорю в данном случае кирпиче добавляли и яичный желток и лучшая руда использовалась лучшая глина и так далее так далее то есть даже была штамповка эти кирпичи они будут жить очень много лет в царские времена даже ставили каждая фабрика ставила свои лейблы и так далее так далее то есть здесь дом действительно необычный здесь местами и шамотный кирпич но пообщавшись вот буквально как в короткое время супруга владельца этого дома сказали сказала что кирпич весь именно старый весь вы сейчас все это увидите и сама задумка и есть такая возможность поговорить с хозяином этого дома он сейчас коротко расскажет откуда это пришла идея как она появилась и вообще ну как к этому пришли знакомьтесь здравствуйте добрый день меня зовут андрей в общем то то что было сказано это в общем то практически все верно но есть маленькие недочеты высказывания дело в том что идея она скажем так родилась сама собой в принципе я где-то с 85 года коллекционирую старые кирпичи с клеемами благо в нашей местности этого кирпича практически много вот но кирпич я коллекционировал не только брески но у меня кирпич и санкт-петербурга вот есть из павловска из пушкина из кронштадта на нем в общем то есть непосредственно и года выпуска выбиты и непосредственно выбиты и марка кирпича и смена в которую делалось и скажем так и серия этого кирпича потому что и в былые времена кирпич был и лицевой и кирпич если выпускался исключительно для печек вот ну из таких кирпичей у меня в общем то серийные это харченко вот там их практически у меня наверное серии 12-15 вот ну а сама идея в общем то она так как-то родилась сама собой я не могу сказать что это там какая-то идея в общем-то делал дел обыкновенное делал делал то что мне нравилось всего-навсего а количество кирпича это весь кирпич в общем-то был выброшенный выброшенный на мусорку вот в карьер я в общем-то нанял машины и вывезли с карьера кирпич привезено было порядка 15 или 20 самосвалов этого строительного мусора вот перебрал потом керхером его помыл когда уже был уложенный сначала чистился так кирпич а потом уже керхером его помыла вот он приобрел вот тот вид который приобрел в общем то здесь кирпич в общем-то самый старый кирпич с клеймом в этом доме это 1845 года вот он у меня здесь находится 1845 год а так в общем то здесь основная серия конечно это брестков кирпича блк брест литовская крепость 1861 год в общем то тут все кирпичи имеют клейма но они вот этот кирпич 1903 год но это я уже знаю их потому что практически наизусть где какой кирпич у меня уложен вот а идея в общем то очень проста все что есть под рукой то можно использовать ну вот тут говорился говорилось о качестве кирпича дело в том что кирпич он желток в него не добавляется не белок не желток у него добавляется исключительно глина но для крепости кирпича для увеличения марки кирпича в данное время у нас на брестском ксм добавляют осколки уже обожженного кирпича но это в общем то идея казалось простой но когда я начал обрезать здесь уголки культуре вать кирпич я заметил что эта технология в общем то уже как минимум по дате она работала с середины 17 18 19 века середина 19 века поэтому ничего в этом мире мире не ново все как говорится все самое лучшее это в общем то забытое старое вот использовал гранит гранит случайно попал ко мне вот тех же в том же мусоре с карьера попала несколько скажем так камень несколько камней этого гранита а потом уже я начал ковыряться а там в грунте его было достаточно много ну вот в общем то на выбирал параллельно с кирпичом я и гранита ну и в общем то на выбирать на выбирал применить в общем то все элементарно просто есть обыкновенный обыкновенное высказывание человеческое каждый охотник желает знать где сидит фазан то есть сочетание цветов и в общем то качество материала и вид материала они в общем то гармонируют друг другу и в общем то как таковой идея не вынашивал никакой это все родилось исключительно само собой а почему бы и нет в общем то здесь использовалась конечно основная масса половинок это кирпич бушный старый нигде он не перебирался вот поэтому выбрана была мной технология скажем так основного использования половина кирпича поэтому меняют в основном здесь вот заложены половинки а цельный кирпич в общем то редко попадался он использовался уже таких более ярких моментах основной акцент скажем так придавался мной это на даты на кирпиче вот в данном случае здесь мало видно есть кирпич в общем то одного и того же года выпуска но скажем так из разных заводов в данном случае мясо обжесть 1864 год а вы вы кстати интересовались вот это фамилии какие-то написаны какую-то историю что-то про я пытался пытался но как-то так я еще ее не систематизировал ну вот данном случае как раз вот здесь основная масса кирпича это и санкт-петербурга вот этот кирпич и смольного мне подарили в общем то узнали о моей моем пристрасти к старому кирпичу ну вот кирпич тут в общем то нельзя не придумать не добавить ничего это из кронштадта якорьки видны вот он на самом деле из кронштадта вот эти с подковками и смольного кирпича и смольного дворца кирпич но это вот фамилия вот карченко кстати то о чем я говорил 21 серия там 15 67 этом очень много серий вернемся кирпичу кстати вот кирпич эдуард гань я его нашел в девяностом году случайно да вот этот кирпич и нашел девяностом году у нас я забыл как улица называется там где находится у нас колледж поварской в бресте там вот это здание она являлась первым кинотеатром города бреста и там была его реконструкция ремонтировали это здание я вот нечаянно там брел и набрел эдуард гань и вот он скажем так и первый из серии блеской у меня был в коллекции вот мы вернемся серию 1864 года а вот здесь немножко хуже видно г.к. 1864 год городская крепость 1816 обрезка крепость да она была городской крепостью тогда вот поэтому вот есть такой кирпич вот это вот это это все это это санкт-петербургский кирпич расшифровать я в общем то пока не могу вот это тоже петербурга это из пушкина кирпич это брестский кирпич 1868 год в общем то каждый кирпич здесь имеет то тоже 867 8 это 888 вот тут тоже вместо бжесть 1864 год а вот вообще вот эти вот формы каким образом приходили в голову чтобы вот так вот это все дело ну в общем то я имею некоторое отношение к строительству в общем то для меня не составлял никакой сложности там что-то доработать я понимал количество кирпича я понимал возвращаемся к теме кирпичного зодчества города бреста в общем-то навеяло это мне вот эти все узоры мне сложность никакой не было я в общем-то представлял что это нужно сделать в общем-то то есть сделал но до 14 года город брест был одним из красивейших городов европы возвращаюсь но ситуация в четырнадцатом году и пятнадцатом сложилось для бреста очень весьма тривиально казаки когда уходили российские из города бреста они за собой взрывали абсолютно все был взорван и горсовет который он площади свободы находится напротив бывшего суда брестского района теперь то и там это здание полуразрушенное вот и в общем-то был разрушен разрушен самый красивейший форт десятый который находится на янке купалы наверно никто в городе бресте не представляется себе где-то находится но все видели два пруда один на территории дусаафа а второй на территории базы белбокалея никому не приходило в ум что это за пруды что кто их копал а это обводные рвы десятого форта города бреста вот казаки тоже его взорвали но и самое тривиальное для бреста вот этих времен то что брест в общем-то вошли войска австрийские соответственно приходили сюда составы снабжающие войска и продовольствием и боеприпасами а обратно эти же составы 56 составов доказанной истории из бреста в австрию вывезено эшелона кирпича солдаты здесь находились перебирали его складывали на платформу и возили в австрию то есть даже европейцы бодолстой оценили да 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 я извиняюсь у меня сейчас немножко еще работы есть что имеем не храним потерявши плачем сейчас на пару секунд вот это вот подсвечники это светильники из последних вагонов старого старых вагонов они раньше не имели электроснабжения эти светильники вставляли расстреляла свечка и на последнем вагоне они цеплялись чтобы было видно сзади идущему составу что впереди у него тоже что то есть это сигнальные фонари железнодорожные я в общем-то мне где-то я не знаю даже кто подарил они как были вот такого скажем так покрашенного узбас лаком как говорят теперь это битум разведенные с чем-то то ли с бензином то ли соляркой то ли с керосином покрашенные стекло двоечка я пока ничего не делал но думаю она и так много но перспектива такова что провода заведу сюда на место свечки вставлю лампочку светодиодную и вот она но я смотрю здесь еще не окончено еще какие-то идеи то есть что-то возникает что-то будет идей гораздо больше чем денег к сожалению у меня так поэтому но скажите поддержите подписчиков что это своими руками возможности это под силам любому да ну она то под силам любому по рукам главное что человек головой смог осознать чего он хочет в первую очередь а потом уже все получится даже и абсолютному как говорят чайнику это все под силу открываешь господин google подскажет теперь любую тему любой ответ на любой вопрос поэтому главное в первую очередь желание в первую очередь движущая сила это желание что-то сделать большое вам спасибо за такое интервью подробно и сколько какой же мы подробно это очень коротенько потому что ну я могу вам уделить время но к сожалению не могу мне ламы за дичью виноград добро добро а здесь кстати будет фамилия герб у меня по материнской линии фамилия вольский ну по отцу другая фамилия вот поэтому есть герб вольских в общем то если кому-то интересно эта фамилия связано с городом высоким может открыть интернет и почитать принципе ничего сложного нету вот единственное что мне надо работать немножко этот герб потому что это герб право даже про сколько сказать не могу поэтому доработаю тогда он и будет она так чили можно через лет пару лет там как они так а чего я уже у меня интернет есть уже потихоньку с интернет скачал я уже потихонечку его нарабатываю продумывает это в рабочем порядке как говорится но буду проезжать мимо обязательно я думаю будет ребятам интересно вот ребята смотрите своими руками удачи счастливо спасибо сейчас еще коротко покажу вот так ребята обычный человек своими руками что-то делал что-то делали может кого-то нанимал смотрите даже даже такие вещи продуманы насчет вкраплений видите как поры на очень интересная кирпич вот смотрите вот толщина какая вот это сколько лет прошло да и он практически не изменился он как и никакой рабы они рядом не стоял никакие еще какие-то супер сверхдорогие это кирпич которые смотрите какой был большой мой ладонь был наверно тоже какой-то стандарт но все таки он был побольше и как мне кажется немножко помощнее вот здесь пристроечка вот ребята вот такое видео не знаю кто-то возьмет что-то для себя это жизни пускай это останется для нас для всех может кому-то будет интересно кто-то что-то для себя возьмет но от себя что хочу добавить значит покажу колонны еще так и от тебя хочу добавить что вот этот старый все эти технология камень дерево стекло именно камень дерево стекло это такие материалы которые всегда будет выглядеть красиво я не знаю как с пластиком конечно там еще какими-то материалами вот вот такие вот дела то что хотел показать вот еще раз издалека все ребята всем пока увидимся до новых встреч